Сегодня мы подготовили для участников самое жесткое испытание за всю историю. Саша, Марк, Паша и Тимур сегодня будут бороться, в первую очередь не за деньги, а в первую очередь за возможность выйти сухим из... Ну уж точно не из воды. В каждом ведре, находящемся прямо над их головами, находится самый настоящий, высококонцентрированный конский навод. Ведра удерживают веревки, подведенные к определенным номерам. Участники при этом знают свои номера веревок, но не знают чужие. Задача заключается в том, чтобы угадать номер соперника и отрезать веревку, чтобы на его голову вылились фекалии, а значит, что какашки покроют участников прямо с головы до ног. И вот таким вот образом, кто у нас сегодня не поест навоза, тот и получит 100 тысяч рублей. Бодрый конь! Вот такой вот у нас сегодня навозик насыпан. Вот в эти вот замечательные ведра. Более того, он разбавлен с водой, так что там прям вот такой вот ярый концентрат. Я уже весь извозюкался в дерьме. Тут жутко воняет. Была катастрофическая ошибка снимать этот ролик в ангаре. Но тем не менее, ребятки, вот уже все сидят. Я смотрю, вы совсем не боитесь ничего, а только делайте, что болтайте. Итак, ребятки, сейчас каждый из вас будет выбирать по очереди цифру, которую я буду отрезать. Но кто именно будет выбирать, будет решать рандомчик. И первое наше испытание, первый наш рандом, который это решит, это камень-ножницы-бумага. Пожалуйста, ребятки. Я вообще даже не представляю, сейчас вот это дерьмо на нас вылится, это же просто ужас. Я не хочу играть в это. Паша, быстрее, тут воняет ужасно. У тебя воняет. Я тебе подам сейчас, смотрю. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Раз, два, три. Я подался, я подался. Итак, Паша, перед тобой 14 веревок. 10 из них фиктивные, только под четырьмя находятся ваши ниточки. Сейчас ты выбираешь веревку, которую я буду резать. Он же мою веревку порезать может. Напоминаю, все участники знают только свои цифры. Саша у меня ассоциируется с числом 7, и поэтому я хочу перерезать число 7. Опа. Это у нас оказалась пустая веревка. Вам повезло, ребятки. Ура, ура. Благодарите, неблагодарите. Ребятки, напоминаю, что мы сегодня боремся за 100 тысяч рублей. Итак, ребятки, следующий наш рандомчик будет заключаться в рулетке удачи. Рулетка решит, кто же из вас следующий будет резать веревку. Готовы? Поехали. Александр Митриевич. Кинсульки. Кинсульки. Марк, походу. Или Паша. Опять Паша. Опять Паша. Или Паша. Марк. Кинсульки. Марк, я предлагаю тебе отрезать веревку под номером 4, потому что это веревка Паши. С чего ты взял? Ну я знаю, что это веревка Паши, 100%. Мне очень... Паша, у тебя какая веревка? Какая веревка? Паша уже словил это, кайф. Он надышался говном, и он просто в кайфе. Ребятки, жалко, что это не передается через камеру. Воняет реально максимально смрадно. Это просто ужас. Мне очень симпатизирует. 4, давай 4. Мне симпатизирует число 13. К сожалению, решает Марк. Поэтому я... Нет, нет, нет. Не надо. Нет. Какой негодяй. Мастер блефа. Давайте, ребят, договоримся. Число 11 не трогать. А у тебя цифра 4, правильно? Чисто гипотетически. Ребята, пишите в комментариях, мне кажется, Марк забыл. А может быть, это ты пи***ил. У тебя 4? Ты больше знаешь? Ребятки, следующее наше тоже рандомное испытание. Это монетка. А номинал в 1 рубль. Смотрите, сейчас каждый из вас выберет свою сторону. Либо Орел, либо Решка. Мы будем играть до победного. У кого какая сторона? Орел. Дальше. Орел. Решка. Только один пошел против системы. Посмотрим, кто же победит, а кто проиграет. Сейчас на беревку как она упадет. Сейчас Решка будет. Итак. Решка чек. Решка. Сейчас у нас Тимур. Единственный, кто выбрал Решку, будет выбирать беревку. А в чем смысл выбирать одно и то же? У Марка либо 4, либо 5. Вот 100%. Я тоже уверен. Посмотрим в глаза. А Паша сидит, вообще молчит. У него какая-нибудь... Последняя. 12, 13, 14. А у тебя что тогда? 8? 13 было. У меня 0. 8, 9. У меня 0. Ты меня спросил. У него вообще нет цифры. Итак, Тимурка, давай. Давай 4. Нет! Цифра 4? Нет! Нет! Боже мой, какие бы все разводилы. Я с вас офигею просто, ребятки. И у нас следующее испытание будет, кстати говоря, не рандом. Следующее испытание это викторинка. Но не обычная викторинка, а нормальная викторина. Первый раз. Она по большей части будет связана с Ютубом. И первый вопрос будет без вариантов ответа, ребятки. Так что, внимание, смотрите. Сколько подписчиков на канале Пушер на данный момент. Чья цифра будет более приближена к реальной, тот и победил. Давай, скажи мне на ушко. Дайте шуму. Шуму дайте. Шуму дайте. Шума, Марку, шума. Давайте помолчим. Давайте теперь озвучивайте свои варианты ответа. 2 миллиона 760 тысяч. 2 миллиона 730 тысяч. 2 миллиона 500 тысяч. До свидания. 2 миллиона 750. Прямо на данный момент, в эту секунду, на канале Пушер ровно 2 миллиона 728 тысяч. Мы бы могли эту цифру значительно увеличить. Ведь я уверен, что вы, дорогие друзья, по большей части смотрите меня без подписки. Более 50% моих зрителей не подписаны на канал. Ребятки, посмотрите, как мы для вас стараемся. Мало того, что все это сооружаем, мажемся в дерьме, так еще и участники соглашаются в этом дерьме участвовать. Ребята, поддержите нас подписочкой на канал и включенным колокольчиком. Он нужен для того, чтобы не пропускать новые ролики. Сашка, давай. Давай. У тебя какая цифра? Один. Один? Ага. Я режу цифру 5. Все готовы, ребята? Поехали. Итак. Да блин! Эта цифра также оказалась пустой. Поэтому мы продолжаем нашу суперскую, офигительную викторину. Итак, внимание. Внимание! Вопрос. Что сказал Саша Герасев? Изи. Когда впервые... Что за вопрос? Тише, тише. Что сказал Саша Герасев, когда впервые сел на бутылку? Вариант А. Вы жопы прочистили? Вариант Б. Ой, бля, неприятно так-то. Вариант В. Ай, скр***ец. Вариант Г. Ну, пока что нормально. Вы запомнили буквы с вариантами ответа? Да. На счет 3 вы говорите правильную букву. Раз, два, три. Г. В. Г, 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 г. Б, 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 г. Да. Б, б, в, г. Итак, дорогие репетушки. Саша сначала сказал... Вы жопы прочистили. Потом он сел на бутылку и сказал... Ааа. Ой. Некрея цитата. Вот, поэтому это вариант Б. Еее. Как ты это запомнил? Итак, у нас два победителя, следовательно каждый из вас выбирает... По одной? То есть мы две режем? Что? Мы можем сейчас выкинуть двух игроков Да, да, двух игроков Я ставлю, я ставлю на цифру все-таки 10 На цифру 10, может быть Не надо на цифру 10 Хорошо, а я, допустим, ставлю на цифру У нас 7 есть? Уже нет Я ставлю на цифру 14 То есть я решу две цифры, 14 и 10 Внимание, нет, нет, я бы передумал, можно передумать? Я, наверное, не 14 сделаю Либо 11, либо 12 Ну давай ты быстрее Сейчас я тебе отрежу Так, у Пахена Ты их десятка? Ну давай пусть будет 11, какая-то из них точно Хорошо, я режу две цифры 10 и 11 Сначала я режу цифру 11 О чудо По цифре 11 никого нет А что же будет по цифре 10? Давайте узнаем Ой, натяжение неплохое Я режу цифру и... Серьезно? И по цифре 10 тоже никого нет Мы же все в начале 1, 2, 3 Я понял, я понял под каким номером Тимур Потому что ты идиот и не хочешь его слушать Он, ты когда поменял с 14 на 10 Он уже при 14, когда сказали, он все Попосрался Итак, внимание, следующий вопрос Что сказал Паша Когда вставал с бутылки После долгого сидения Вариант А Все, я леваю, пацаны Вариант Б Жопа горит, не могу больше Вариант В Да на... ваши сто тысяч Любое Паша мог сказать Вариант Г Победа порождает ненависть Побежденный живет в печали В счастье живет спокойный Отказавшийся от победы и поражения На счет 3 вы говорите ваши варианты ответа 1, 2, 3 А! Саламалейку Так, а твой вариант какой? А Итак Я леваю, пацаны Это что может значить, ребятки? 8 ниток и 4 варианта ответа Серьезно? На самом деле у нас игра происходит так Что если все дали правильный ответ То никто не выбирает нитку И мы переходим к следующему вопросу Почему Герасёв отказался участвовать в ролике Пушера про стрижки? Вариант А Потому что он пузька Вариант Б Потому что он поссорился с Пушером Вариант В Потому что у Саши проблемы с ростом волос И он не хочет стричься на лысо И вариант Г Он не отказывался Просто Пушер его не позвал 1, 2, 3 В Так, еще раз В В В В В В Почти все выбрали вариант Потому что у Саши проблемы с ростом волос И он не хочет стричься на лысо Это действительно так Но правильный ответ Вариант А Потому что он пузька Да Вот Поэтому мы все ребята проиграли И сейчас Я сам Рандомно выбираю нитку Из всех оставшихся Которую мы будем отрезать Это не честно Ты знаешь Нет, я рандомно Я на рулетке это буду делать Ребята, пишите в комментариях, что это не честно Раз Никто неправильно ответил на вопрос Почему? Поэтому Вот только так Итак, ребятки Я все цифры записал в рулетку И сейчас мы выясним Какую цифру мы сейчас будем Резать У вас какое-то спасение будет Может какое-то спасение Давай Ну не знаю Скажи только число Так, а в смысле мы не смотрим Если нам скажут число Опа Че там? Че там? Че там? Вот такая вот у нас цифра Какая? Все зрители увидели А вы не увидели, ребята Шариники 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 Бамс Что на самом деле действительно Выполняется цифра 3 И все выпрямляемся Ты весь говнеем воняешь А что я вот так сделал? Не задеть, блядь Аша, сука Ребят, я всегда мечтал это сделать Я всегда мечтал это сделать Мне подкинули говна В ноги Короче, по-моему, это супер нечестно Во-первых, то, что я в говнище Во-вторых, что это супер воняет Но я уже привык И третье, что рулевка Почему-то, сука, выбирает меня именно Еще и Тимура На самом деле, у ребят действительно была одна цифра Я очень хотел, чтобы была возможность В этом ролике сделать двух победителей Ну или двух проигравших Как, собственно, и получилось, ребятки Говно зашил Фу Ребятки, как вы видите, у нас достаточно Много контента для взрослых Переодевающиеся участники третьего лишнего И Блеботина Тимурки На Ютубе мы такое показывать точно не будем Зато в моем Телеграм-канале По самой первой ссылочке в описании Мы всегда выставляем подобного рода контент Как блюет Тимурка, как переодевается пахан Если кто-нибудь хочет увидеть Голову Паши по уши покрытого дерьмом То, пожалуйста, переходите Приезжайте ко мне по адресу Переходите по ссылке в описании в Телеграм-канал Ну а мы продолжаем Кто первее дотронется до носа Ой Марк себе сломает нос А вот Саша дотронется первее Когда закончились задания? Давай, давай, Санек, выбирай цифер Осталось три нитки и две То есть если я сейчас Если я сейчас ошибаюсь Если ты ошибаешься, ты однозначно Приигрываешь, братан Твоя цифра либо Двенадцать Либо Шесть Шесть, либо восемь Я не знаю, если это многоходовочка Тогда, Марк, респект Поэтому я могу предположить, что твоя цифра шесть Возможно Скажи хоть раз честно Хоть что-нибудь в своей жизни Да шесть у меня Шесть Шесть Я его верю Ребятки, прежде чем я отрежу сейчас цифру шесть Я хочу вас попросить за наши старания Прямо сейчас спуститься чуть-чуть пониже И нажать на лайк На лайк под этот ролик Чем больше лайков, тем больше Подобного классного контента мы для вас снимаем Давайте наберем под этим роликом Хотя бы двести тысяч лайков И мы снимем что-нибудь еще с говном А как мы собственно и любим А я прямо сейчас беру и отрезаю цифрку шесть Ребятки, выпрямились На сумму Грар! Даже лапунов! Аааа! Аааааа! Садись, садись! Не на спинку попал! Не долго меня отел! Зел нечестно! Я его раз**ал! Я не в говне, пацаны! Я не в говне! Марк испачкал всего лишь свою рубашку! Это вообще, это медицинский халант! Да садись! Марк опять у нас сопротивляет! Нет, б**ть! Свои макучести! Не-ет, нет! Садись, Маркусик, не буду макучкой! Блин, я похлопал его, посмотри, у меня рука в говне. Короче, Марк, все, ты отказ. Да. Маркусик, это честно. Сиди, рот, два, три. А, боже мой. Бонар, ты в дерьме. Пошел в боку. Официально. Ну что, Саня, ты победил вот твои 100 тысяч рублей. Заслужено. Поздравляю. А вы, ребятки, обязательно зацените вот эту вот пушку. Это просто офигительнейший ролик. Кликайте вот сюда. Кликайте прямо сюда. Давайте, давайте, давайте.